Представители Якутской городской территориальной избирательной комиссии решили ударить по правовой безграмотности. Из Якутска стартовал традиционный весенний автопробег. Первая остановка была сделана Валдане. Как она прошла, расскажут наши корреспонденты. За честные выборы. Под таким девизом Валдан прибыл автопробег. Его участники – представители Якутской городской территориальной избирательной комиссии. Согласно утвержденному маршруту, остановку правоведы сделали в Алданском политехническом техникуме, где была назначена встреча со студентами и старшеклассниками. Такие времена наступили, что каждый человек нашей страны должен знать свои права, свои обязанности. Также не забываем про Конституцию Российской Федерации. Автопробег был приурочен к празднованию Дня правовых знаний. Алданцы встретили гостей в русско-якутских традициях – караваем и кумысом. Встречи правоведов с молодежью стали традиционными. Автопробегом по Якутии и Дальнему Востоку в последнюю декаду весны представители якутского городского избиркома отправляются ежегодно. Я как-то раз присутствовала при такой деловой игре, мне очень понравилось. Имитировались прямо как будто бы это были настоящие выборы. Ребятам было это очень интересно, и в электронном виде все данные обрабатывались тотчас же. Прочными могут быть лишь те знания, которые приобретены с интересом и удовольствием. Встреча представителей избиркома солданской молодежью проходила в форме командной деловой игры. Цель их, самое главное, это приобщить детей к такому интересному, на наш взгляд, делу, как выборы, чтобы они заинтересовались этой темой, активнее участвовали в выборах. Может быть, сами когда-то станут баллотироваться, потому что пассивное право возникает с 18 лет, то есть в органы местного самоправления. По словам участников, игра была очень познавательной. В 2017-м маршрут, глашатая в юридической грамотности, проляжет через Алдан, Нерингри и Тынду до Слюдянки. Домой в Якутск избиркомовцы вернутся 3 апреля. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.